Тренер баскетбольного клуба Днепр Маттемара Схомича с форвардом Чарльз Томас. Чарльз, пожалуйста, ваши комментарии в игре? Хороший взгляд. С вместе мы были на 15 пунктах. Мы не паник. Кредит-кордж, чтобы держать всю команду вместе и на уровне. Было очень тяжело по началу. Мы начали проигрывать 15 очков. Но мы, скажем так, не поссорились, остались с командой и верили в то, что мы задумывали перед игрой. И все получилось очень хорошо. Как дебют? Вот это лучше начать, знаешь, как-то. После матча очень тяжело. Хорошо, что когда ты выигрываешь, радоваться, да, и говорить хорошие слова, да. Но и после проигрывания матча то же самое надо же делать. Ведь те же самые люди играют, но не всегда все понимают. И я думаю, что сегодня вчерашняя тренировка, вот не даст мне соврать тренер, она как-то нас обнадежила. И они, скажу, что вчера на тренировке играли на 100% лучше, чем мы вышли сегодня. Это почему? Это психология самой игры, психология игроков. Да, потому что знать, что надо будет играть 40 минут, что надо сделать это, 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 это. И в этот момент, когда мы пропускали эти очки, хотя и знали, кто что делает, они были между тем, что делали раньше и между тем, что мы должны были сделать сегодня. Но самое главное, что не игроки между собой, не мы тренера с ними, не поссорились, а пошли, ну, как один кулак. Ну, если проигрываешь, проигрываешь один, и все равно как можно подняться, только из-за понимания и из-поднятия духа. Так, это и было. Мы, мы, мы все-таки вернулись в игру уже в конце второго тайма, да, и после перерыва мы взяли всю инициативу в свои руки. Потому что они, скажем так, приняли все то, что есть, они почувствовали уже, когда вернулись, что это работает, и игра была, скажем так, в наших руках. Вопрос. Владимир Марков, расскажите, пожалуйста, какие слова нашли вы или какие действия вы предприняли, что первая пятиминутка третьей четверти закончилась с счетом 25, но выиграли и переломили, собственно, доходы игры? Что-то... Человеческие слова, честно скажу. Это конкретно или со всей командой? Со всеми. Со всеми. И к пятерке красиво поговорили, но бывает, что тренер ругается. Я даже на перерыве сказал, что, ну, сейчас не время нам драться, потому что не поможет. Это в таком моменте, когда людям надо определиться, только хорошее слово, да, и я думаю, что сегодня человеческий фактор очень сработал, и все-таки игроки поверили в то, что мы вчера готовили и настроились, и сыграли в свою игру. Спасибо. Спасибо.